друзья мои привет сегодня в этот прекрасный весенний радостный солнечный светлый день великий день победы я не мог не поздравить вас с этим чудесным праздником поздравляю и натолкнула меня на мысль записать ролик тот факт что сейчас сыном он у меня соли эстонского государственного музыкального театра готовимся к прямому эфиру и записывали песню репетировали вернее не записывали репетировали я решил с вами поделиться этой песне потому что она редкая очень про предысторию я кратко расскажу мой любимый дедушка николай алексеевич пархоменко белорус герой рожевской битвы рожев рожевская битва одна из самых покрытых тайной и кровавых битв во второй мировой войне долгое время в течение вообще всей советской истории про эту битву не рассказывали потому что гордиться там особо было нечем потому что то количество людей которые там положили это одна из самых кровавых битв второй мировой войны советское время они почти ничего не рассказывали связи с наверное связи с тем что успехов особых не было и были жуткие совершенно бои сорок втором году по разным источникам но около 1 миллиона погибших только советских солдат и вот мой дед перенес 15 наступлений на фашистов он там воевал старая руса великие луки и ржев и вот идут в атаку 90 процентов погибает остатки собирают раненых уносит опять перегруппировка и новая атака и так 15 раз на 16 раз ему разрывная пуля попадает в правое плечо вот верхнюю часть руки и отрывает руку вернее она повисла на сухожилиях как он рассказывал мне что он ее схватил прижал чтобы остановить кровь второй рукой и пошел по направлению к медсанбату туда к тылу и санитары бегут его хватают и укладывают на носилки он говорит берите вот без ног лежит на ней ему ответили что мы его не донесем ложись и молчи принесли в медсанбат дали выпить спирту и начали отпиливать руку а он крестьянин говорит не пилите руку правая рука как я буду без руки белорус но они говорят ничего не сказали взяли отпилили и вот так в сорок третьем году он вернулся с одной левой рукой после этой страшной мясорубки удивительно конечно как остался живой и потом и потом я помню как периодически на этой культе правой руки где кость в центре выпирала у него периодически открывалась рана и он перенес еще две реампутации то есть повторных операций я потом когда позже стал врачом я понял что врачи там на фронте стремились как можно длиннее сохранить культю поэтому оставляли наибольшие насколько возможным длинным остаток кости и на него натягивали остатки мышц и кожи таким образом происходило избыточное давление этого длинного костного остатка на мягкие ткани и они не выдерживали расползались образовывалась рана ну в общем вот такие мучения но он был счастлив конечно что жив остался потому что это горы трупов так вот каждый день победы когда был в этот праздник вот после определенного поминания этих тяжелых дней он пел нам тогда мальчишкам вот эту песню катюша но катюша солдатскими словами не с теми которыми мы привыкли слушать и петь эту чудесную песню а стал со словами из окопов вот из тех мест из-под ржева я думаю что вы не слышали этих слов никогда разлетались головы и туши дрожь колотит немца за рекой это наша русская катюша немчуре дает за упокой поэтому пожалуйста познакомьтесь с ней вот а те кто хочет посмотреть полный концерт онлайн я оставлю ссылку на страничку сына вконтакте где будет проходить концерт начала в 16 00 москвы всем спасибо всем всех еще с праздником с днем победы пока это наша русская катюша мальчишка 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 Продолжение следует...